Привет, друзья, с вами Кик. Сегодня будет видео, как я выбираю проект, в который можно инвестировать. Итак, есть несколько пунктов. Скажем, базовые пункты. Это идея, прототип, продукт. Уже существует или только в прототипном виде? Рынок локальный, глобальный, конкуренты. Все это можно узнать, просто прочитав документацию поинтересовавшихся проектам и делать поиск в Google. Но после этих пунктов идет еще один пункт, который можно назвать EndClub в клубе. То же самое, что и в физическом мире. Когда ты идешь в какие-то клубы постоянно, то ты уже знаешь бармена, ты знаешь девочек, они знают тебя. Бармен знает тебя, да? И когда новый человек в клубе, новая красотка в клубе, то через бармена или через этих уже людей можно с ней познакомиться. Даже есть клубы, в которых ты можешь войти только по рекомендации друга. То есть друг гарантирует, что ты там ничего плохого не сделаешь. Ты нормальный человек. То же самое с инвестиционными фондами. Они работают в группе. Подход инвестиционного фонда – два варианта. Или же он входит в проект крупно, не оставляя шансов, чтобы больше него кто-то входил. Все остальные бы занимали бы вторичные места в списке крупных инвестиций, да? Или же фонд, если не так уж верит, скажем так, в этот проект, он занимает свою долю не очень сильно. Но поскольку информация все равно уходит в другие инвестиционные фонды, все они начинают работать уже как бы в группе. То есть, если, к примеру, Coinbase Ventures инвестировали в какой-то проект, можно ожидать, что и в этом раунде, или же во втором раунде кто-то из других фондов, к примеру, Digital Currency Group, кто-то инвестирует в этот проект тоже. И часто мы это видим во многих проектах. Плюс, если проект реально хороший, он не останется в гараже. Потому что это нетрудно взять и написать письмо этим фондам. И точно некоторые ответят, и у вас будет встреча. После чего вполне можно сотрудничать, если проект, повторюсь, реально хороший. Потому что плохой проект, в основном репутационные фонды не будут входить. Будут входить те, которые только-только открылись. У них есть канал, чтобы с помощью медиа максимально пиарить. И у них exit pool, скажем так, очень быстро. Они очень быстро выходят из проекта. Итак, обязательно, когда вы рассматриваете проект, смотрите, проект In The Club или нет. Посмотрите, с помощью Crunchbase, кто инвестировал в Venture Round, какие компании, венчур-фонды инвестировали в этот проект. Это очень сильный пункт. Также часто случается то, что когда несколько венчурных фондов инвестируют, скажем, в 2-3 проекта, да, эта группа. Очень часто получается так, что один проект начинает партнерство с этим проектом. Смотрите, технологии, они, если не запатентированы, у многих очень схожие технологии. И вот этот проект может работать, скажем, с 5 разными компаниями. Но если у кого-то из них есть такая технология, которая нужна этому проекту, конечно же, из-за венчурных фондов, которые инвестировали и тут, и тут, и тут, они будут сотрудничать с этим. Также нужно обратить внимание, один из самых главных пунктов. Если у компании уже есть партнерские отношения, смотрите, те, с кем они партнерские. Эти компании большие или нет? Всегда маленькая компания. Для того, чтобы у него был доступ к большому рынку, нужно найти партнерские отношения с большой компанией. А не еще одной стартап. Итак, если мы посмотрим, к примеру, Uber, огромная компания, с кем Uber, можете написать в комментариях и найти один из коин из моего портфолио. С кем Uber, то есть какой стартап начал работать с Uber? Или, к примеру, Chainlink работает с Google, Oracle, да? Второй вопрос. С кем работает Cisco? Точнее будет, кто начал работать с Cisco? Чьи программные решения уже внедрились в программное обеспечение Cisco? Вернемся к теме, почему хорошо, когда инвесторов проекта IndyClub, потому что инвесторы, они работают по разным спектрам. Первый, хорош в партнерских отношениях, вывод проекта на рынок. Второй, хороший на добавлении капитала. И в таком случае, каждый, что бы ни делал, это выгодно для всех. Помните историю касательно Coinbase и XRP, что XRP никак не добавляется в Coinbase. Но если посмотреть Digital Currency Group, который я инвестировал и в Coinbase, и в Ripple, и Digital Currency Group один из топовых. Конечно, становится ясно, что это всего лишь дело времени, когда XRP будет добавлен на Coinbase. Что и было. Инвесторов, которых вы можете найти в том же Crunchbase. Очень важно. arem. Всем спасибо. Продолжение следует...